Самый главный секрет блинов от Вальдемарыча Шоппинг? У нас будет крутой шоппинг в фикс прайсе Крутой шоппинг, да? Не доедет туда в этом опасности Мы уже вот с Георгиевской ленточкой И девочки не все так делают, поверьте Попали, короче, на шоу Фонтанов Всем доброе утро Поздоровайся, Викуля, раз уж ты тут Все знают мой рецепт майонеза от Вальдемарыча Уже некоторые писали, что пробовали Всем нравится Я решил поделиться своим рецептом блинов от Вальдемарыча Он простой Нам понадобится 2 яйца Сколько-то муки, сколько-то молока Это мы поймем по консистенции сколько Я терпеть не могу такие рецепты, когда не пишут конкретные Всегда меня раньше прям это вымораживало Вот написано муки, напишите 1 стакан Или сколько град Ну вот сейчас теперь я так же готов В общем, сейчас начнем делать И у меня тут появились дети откуда-то Я пришел делать Я не знаю, как я буду вообще что-то тут делать Сейчас придется их маленько разгонять Одно яйцо Второе яйцо Может и одного бы хватило Но лучше два Так, проверяем, чтобы тут не было скорлупы У меня она есть Обычно у меня нет скорлупы Ну, мы же снимаем на камеру Значит обязательно должна была скорлупа провалиться Так, яйца взбиваем Ну и добавляем столько молока, сколько вы хотите блинов Если хотите много, добавляем много 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 хочешь? Ну конечно, мало Я хочу примерно вот здесь Я вылил, я думаю, больше половины я точно налил Вот так вот Нет, мало блинов Вот столько где-то осталось Чуть-чуть оставим, чтобы кофе сделать себе С молочком Так Это мы размешали Сюда немножко соли Солим, блин, ну это странно Дивика, нет, это не странно, это нормально Чуть-чуть соли Пол чайной ложки Если кому-то это... Нет, давайте треть чайной ложки Сахар я не добавляю Потому что мы все равно их едим Либо с вареньем, либо со сгущенкой Не понимаю смысла их делать с лакцией Ну, возможно, я не прав Ну, это рецепт от Эльдемарча Поэтому принимаем его как есть А я вот тебе буду делать как Я захочу сахара И немного соды Я не знаю, я что соды, что без соды Особой разницы не заметился, честно Поэтому, ну не знаю Когда-то давно я где-то видел, что сода нужна И вот добавляем Что, Макс, ты будешь мешать? Так, в кадре появляется мужчина Давайте, с этой стороны его маленько прикроем Мужчину И начинаем потихоньку добавлять муку И размешивать Это Макс размешивает с папой Ну, это Макс размешивает с папой А точнее, папа борется с Максом Вот это думаешь, еще надо? Ну, маленько можно еще Давай чуть-чуть Хватит Чуть-чуть Давай, размешивай А я добавлю еще растительного масла Вот, столько примерно Вот так вот Оп И все, и наши блины не будут прилипать К чему? Кстати, главный секрет будет дальше Смотреть до конца Так, ну, пытаемся делать дальше Макса я попросил Таню унести Потому что тут сейчас будет жарко Первый раз смазываем Ой, я перегрел, короче Пока с Максом разбирался Немного перегрел В общем, первый раз смазываем сливочным маслом И наливаем Равномерно Первый блин у меня, наверное, будет явно хомом Но это нормально Даже у хороших хозяйцев Я на эту роль не претендую В общем, самый главный секрет блинов от Вальдемарыча Это хорошая сковородка с толстым дном И лопатка тоненькая, длинная И чтобы у нее тоненько-тоненько было в начале Чтобы она так, хоп, легко под блин заходила И края, короче, такие тоже В общем, такая блинная, знаете, лопатка Просто сделает ваши блины Шедевральным Так, ну пробуем смотреть, что у меня получается с первым блином Оп! Ах! Все, вроде бы ничего Но он развалился на две части Ай! Ну ладно Первый блин отдадим детям Ну ладно, все, слишком долго Главный секрет про лопатку и сковородку я вам рассказал Увидимся Ну все, пришло время кушать, дегустировать блины Если честно, они сегодня у меня не задались Я прям даже снимать не хотел Половина блинов порвалось Не знаю, что это Короче, что-то не совсем так Ну лопатка и правильная сковородка спасли дело Половина блинов получилось Как бы, это же как бы, можно сказать, половину блинов не получилось Можно сказать, у меня целую половину блинов получилось Почему блины стряпают Ты раз спросите вы Потому что мне надо было сделать такую работу, которую терпеть не могу Я сказал, Таня, давай я постряпаю блины А ты сделаешь за меня работу Потому что вот есть такая работа, которую я буду делать два часа А Таня, полчаса Так, ну мы сейчас будем флаги рисовать Макс Зубы лезут, все, невозможно в настроении Давай, сейчас будем рисовать Вика предложила флаги на окна поехать Мы вчера катались, она увидела, что на окнах везде там, в институтах Везде висят флаги И у людей, наверное, висели Она говорит, почему флаги висят Я посмотрел, оказывается, это Так, так, так Проходит акция Флаг на окно Ну, в общем, как и так оно называется Мы сейчас будем флаги рисовать У Тани развивающийся флаг А я вот занудно отчертили линии себе и Вики Я не могу без линий рисовать Я могу хорошо начертить Помнишь, как мы с тобой редукторы чертили в институте? Мы с Таней Вот такие вот На А1 редукторы червячные С червячной передачи чертили Сначала я себе карандашом начертил Потом Таня начертил Потом Таня освоила автокад Автокад Автокад, да Это такая чертежная программа На которой инженеры работают И потом она стала на компьютере чертить И распечатываешь, ходишь Да, и вот когда у меня был диплом И мне там надо было Шнек Она мне шнек на компьютере нарисовала Представляете, вот так как В мясорубке шнек То есть в разрезе, короче У меня там Короче, песок там, передача Обработка там ультразвуком Такая фигня была Вот Для того, чтобы Короче, не важно Это неинтересно, вот точно Для литейных форм, короче На песок нужен Ну как звучит, да? Ну как звучит Но для этого нужен был шнек Ну просто штука, по которой И вот мне для картины надо было Я говорю, Таня, нарисуй мне шнек И она мне в разрезе шнек нарисовала Автокаде Вот Так что я рисую только по линеечке Три вида карандаша Мягкий, твердый, тонкий, толстый И тогда будет красиво Если без карандаша Я двух прямых линий не нарисую Двух одинаковых букв не напишу Либо на компьютере Либо С помощью Специальных средств Макс вот уже тебе помог, да? Смотри, маленькая Ну в общем, ладно Вика решила Карандашами рисовать Я, наверное, тоже краски выберу Вот я рисую Вот я не там начал цвет рисовать Учил всех Усил всех, где какой цвет Ну как всех Таня-то знает, где какой цвет Решите, что я прям всех включаю Таня Я Вике объяснял, где какой цвет И начал сам рисовать не там Это вот бред какой-то Благо запасной Отчерчен Отчерчен был у меня запасной Все, все закончили Это папин Это Викин Вот этот мамин Мы, кстати, вчера Мы говорили, что мы посмотрели Люди в черном? Ну нет, не говорили Мы посмотрели Люди в черном Сегодня Таня опять люди в черном Я опять люди в черном Поэтому не знаю Люди в черном 2 придется посмотреть Видимо Я выяснил, что Таня, оказывается, и первых Так двух не помнит Ей все 3, 3, 3, 3 Она такая А это вообще про что фильм так говорит? Ой, да ладно Ну она, говорит Сейчас только меня это Не, ну первая просто часть Короче, мы едем фикс прайс На шоппинг Шоппинг? У нас будет крутой шоппинг Фикс прайса Крутой шоппинг Насколько нам позволит фикс прайс? Я бы вот футболочки еще всякие себе прикупил Ну вот какой бы нам еще в спортивный магазин попасть Не знаю, работают они, нет Да нет Ну мне так кажется Я, конечно, ничему не удивлюсь В общем, в поисках магазов едем В поисках шоппинга Доступного шоппинга Доступного, так аккуратно О, цветут деревья Мы постоянно говорим про цветущие деревья, наверное Но, блин, мы восхищаемся Я вот люблю восхищаться деревьями Они прям такие классные Я вчера пытался в Яндексе набрать Какие магазины работают в Красноярске И там ничего мне не вылезло Да вообще ничего не вылезло Нет информации Даже вот так вот Магазин и интернет-магазин вроде бы казалось, да? Ну Ну или там просто магазин Вы должны на главный написать крупными буквами Мы сейчас либо не работаем до такого-то Либо работаем Либо там в каком режиме Да, либо в каком режиме Но когда вот вы хотите продавать И при этом никакой информации нет Сделать то, что займет, грубо говоря, там полчаса времени Специально обученного человека Очень странно Ну да Странно, согласен Те же интернет-магазины Вы тоже напишите Если вы сейчас Чисто у вас Онлайн-продажи Вы тоже напишите Мы там вот с такого-то по такого-то Ну да, если были оффлайн А сейчас только онлайн То надо это как-то обозначить А то вот сидишь гадаешь вообще Что На Ричфемель вообще не было написано Что они работают Вообще крупными буквами должны Мы работаем Мы открыты Вот мы допустим Там тот же Месье Башмаков Знаешь, обувь Кто знает, что обувь-то работает вообще Ну, один магазин из всех Ну, в другом случае В другом случае Они должны на своем сайте написать У нас вот такой-то магазин работает Ребята Сто процентов Понимаешь, ну В общем, вот так вот люди работают Так и работают Ага Прям гаишники работают Что-то смотрели А потом удивляются Почему нам никто Не звонит и не пишет Мы просто занимаемся Протвижениями сайтов Ну, это так Между делом я вам скажу Ну да, поэтому То, что в глаза нам сразу бросается Нам сразу бросается в глаза То есть вы ищете клиентов Вам звонят Вам даже могут не позвонить Потому что люди могут не подумать Что вы даже работаете сейчас Подскажите Подскажите людям Что вы работаете Что вы открыты Для нас это, конечно, очень странно Потом у нас нет заказов У нас нет продаж Собственно, вы поняли Мое мнение по этому поводу Так, ну все Собственно, мы уже подъезжаем Вон, видите, вон там лестницу А, лестницу Как флаг Видим Это сидение Там Этот Стадион Какой-то Но В виде российского О, сегодня машин сразу много Вчера таки подъехали Пустая парковочка Причем нас это не смутило Вообще не смутило Ну, все Светофор, наверное Тут, ну, рядом Фикс прайс Светофор Ну, сегодня, по-моему, везде Вот кипиш Что ты тут? Да, ну, шапку В виде флага Вон, ленточки какие-то, да? Лента Это палка Палка-стучалка какая-то В виде флага Я хочу тебе терпую Не очень Что-нибудь, что-нибудь Палка-стучалка Ну, мне нравится Ну, надо брать, да, Вика? Да Да, зачем она? Да нет, Вика, давай Палка-стучалка О, маска какая-то Ростомер Ростомер Может, нам ростомер Она наклеивается Ну, можно наклеить Давайте, она 77 рублей стоит Давайте возьмем ростомер Давай, Вика, ты наклейки тебе будешь Какие-нибудь брать? Да Возьми Да, сердечки возьми Вот такие Я их хочу О, Вика, ты перчатки одела Велосипедные, неожиданно Вот такие еще хочешь? А, это по-моему Извини А, блин Ну, Макс ручки тянет Нет, я хочу вот такие еще Можешь ты вот эти снять, а я вот эти достаю Возьми Очень красивые такие Ну, вот холодильник, вон молоко И вон там за столбом Надо пробраться Ну, вроде, по-моему, еще чуть-чуть Сейчас, надо пробраться Давай, я подержу Пробирайся Оно отодвигается На стороне, да? Ну, накладывай Сколько вам очень много? Ну, я думаю Одно рисовое мне нравится Давай, штуки четыре возьми Вот такое? Да Это не рисовое, это овсяное Овсяное? Ну, давай тоже четыре Оно такое светленькое, помнишь? Вот такой пачки Да, оно такое было Кофе хорошо забеливало Шоколадное было, да? Ну, возьми У нас там, по-моему, одна Одну возьми Что, только такое, да? Угу Ну, нормально Ой, это что? Картина по номерам Картина Что надо иметь? Время Чтобы раскрасывать Я думала, может, Вики попробуем Не, Вики, можно? Нет, я умею Когда Максим спит, будешь красить Да я-то умею Разупрашиваю Ты умеешь по номерам Ну, кстати, можно и взять? Что, пусть попробуй Подумай, какую-то А есть картинка, где она рисована? Нет Есть вот такая Хочу пляж Пляж? Мне кажется, сложно Ну, ладно Да А вот смотри О, это еще сложнее Нет Собак Давайте пляж Пляж? Ну да Ага Я хочу картину пляжа Вот эту Хочу на пляж или хотя бы картину пляжа? Ну, смотри Ну, мне легко разукрашивать Теплый берег называется Держи Касса есть такая Деревянный пистолет Стреляет в цель Ну, у нас такой был в садике Был в садике такой? Здорово Пен какой-то Ой, коврики Всякие там книжки музыкальные у Вики Вот это все Было, чтобы подошли Сборники Короче, мы купили мешки Какие-то не тоненькие Я посмотрел по номерам На игрушках Шопинг продолжается Ну Шопинг продолжается Куда держим путь, товарищи? Я хочу глянуть Не знаю, где глянуть Где спортивный магазин Меня интересует Ну, у спортмастера Вот тут вот У них, по-моему, нет отдельного входа Нету, да Поэтому он не работает Ну, давай прокатимся А в каком-то из детских Может быть спортивный? Вряд ли, да Ну, такие Такие спортивные товары, как коврик Вряд ли будут в детском мире, мне кажется, да? Тоже думаю Это такая более взрослая все-таки тема Мне кажется, с детским магазином Надо начать продолжать взрослую одежду Кстати, да И подняться на этом Мы в парк трое приехали Посмотрите, что он такой открытый Тут заборов нету Поэтому хотим маленько прогуляться Кстати, я даже чувствую, что здесь как будто что-то жает Как будто пончиковое открыто, слушайте Пончиками пахнет Вон ларек с пончиками Явно запах жареных пончиков идет Я обожаю пончики Аттракционы не работают Че, в обратку уже? Пойдемте туда, да Вика, пошли до конца Развернитесь там и назад Погода в целом нормальная такая Для прогулки Я не знаю, мне иногда что-то кажется прохладно Застегнусь Становится жалко Расстегнешься Опять туда-сюда А куда-сюда На качельке На качельке Ну, дети явно не будут возле качели И они уедут Поэтому поехали Че, Макс, любопытно, да? Ну, сейчас я тебе покажу Давай я тебе покажу Вот так вот Посмотрю, видишь? Готовка Любопытствует молодой человек Оп-па, все Оп-па Угу До дома, до тепли, нет? Надо постараться Надо постараться Я знаю, да В этом опасность Что мы не доедем Это опасно Да Поэтому я вам салфетки Сейчас покажу Салфетки положу Угу Будете по дороге ездить Ну, на всякий случай положите Салфетки Да, я сейчас делаю Салфетки Пригодятся Ну, ты, Вика, пока покатайся Так А можно я сейчас оплачу И чуть потом подойдем Или они уже А, они уже готовятся? Да Я думал, там что-то греется у вас Я все уже Я все уже Пока вы вышли Я купил желатную резинку Набор наклеек Ты купил арахис в корруппе Я купил арахис в корруппе Когда ты собирался это рассказать? Ну, вы разбирайте пакет И вы узнаете, что есть арахис в корруппе, оказывается Арахис в корруппе стоит 53 рубля Вот Мужский нос А че это вы удивляешь? Я взял нас Я в очереди стоял, шел мимо мужских носков Ну, я и говорю Мне понравилась надпись бамбук Я взял Размер мой Думаю, что не Да, все больше Не молоко по 77 рублей мы выхватили Да А шоколадное тоже есть по 70 Я не знаю Ростомер Ростомер 99, не шоколадное Не шоколадное? Шоколадное и молоко не шоколадное Живательное, есть? Вот моя жвачка Кстати, давайте ко мне Вот, смотрите, какой мы сделаем ростомер Классненький Ну, потом Ну, Вика, тебе маленькое осталось Ты уже скоро Угу, это уже для Макса будет ростомер Это уже для Макса ростомер 10 рублей картины Ну, куча красок внутри Здесь будешь рисовать, а я на картине А ты карандашами, да? Лучше, я могу тебе вот эту отдать Да, тебе она красками неудобна будет Она слишком прозрачная 16 цветов И плюс еще белый Ну, а мы дома не сидим Не можем сидеть дома Мы уже вот с Георгиевской ленточкой Да, одна на всю семью нашлась Но у Вики кожаная Вика хотела одеть Но у нее кожаная куртка Мы жили не прокалывать Вот, и поэтому я отбился Мы решили прокатиться Да, всех еще раз 9 мая У нас сегодня непосредственно 9 мая У нас сегодня 9 мая Да, ничего не празднуется, но Ну, все равно Но это праздник Но это праздник Да, как бы Хоть я видела парад Да, поговорили с Викой Рассказали и про прадедушек У нас прадедушки воевали Ну да, по Таниной стороне Получается, что много прадедушек воевало Ну да Поэтому Даже есть фотографии Там вообще показали фото Обсудили Нарисовали Нарисовали флаги Вика там нарисовала Там там танк 9 мая написала Да, да, да Ну а сейчас прокатимся Да, сейчас просто хотим прокатиться На улице, просто когда смотришь, что на улице 19, 20 градусов, sorry 18, да 18, да Но вообще дома не хочется сидеть Вообще убираться надо было Вот сегодня надо было убираться Но Мы зря убрали Ну благо бы хорошая погода И мы не убираемся Просто завтра погода еще лучше Завтра обещает аж 25 дней Ну вот и что И когда мы будем убираться? Ну с утра встанем и будем убираться На завтра откладывать Это вообще моя тема Нормальная Это у нас человек вообще ничего не откладывает на завтра Я прям не могу Ну в смысле Она это вообще крутая, конечно Я не люблю откладывать на завтра Она ничего не откладывает на завтра Потому что Завтра может быть еще больше работы Она все делает в тот день Когда вот пришло решение Что это надо сделать Да Вот я вот даже по студенчеству помню Погоди, Вика Я по студенчеству помню Ну вот что ты помнишь, расскажи Вот что я могу сказать? Вот у меня было, допустим, там Три футболки, да? И вот я стирал Когда у меня вот третья уже грязная И ты такой вечером идешь И завтра вот Ну потому что завтра уже нечего будет одеть Ты такой постирал И вот до утра высохло И это Она стирает вообще Когда вот у нее будет три футболки У нее загрязнилась одна Она ее стирает То есть они все все запасли Да, помнишь, у студенчества Не, ну я в этом плане Я помню, что я это тогда еще подчеркнул Я говорю, офигеть Я иду стирать, когда нечего надеть А она, когда вот сняла Идет стирать Ну это интересная же черта Не знаю, мне кажется, так все делают Нет, конечно Девочки не все так делают, доверяй Ну сто процентов не все так делают Я это А сейчас благо Благо Вот это вот я функцию уже рассказывал Ну ты уже рассказывал Ты это вот Когда закидываешь в стиральную машинку вещь Не, ну стиралки-то что вообще не стирать А потом смотришь Она у тебя это Тебе не в общаге в тазике стирать постельное белье В общаге вообще так стирали Потом у нас маленькая была эта малютка Ну вообще такая Да не ты, мы про стиральную машинку Малютка Ты в общаге не жила Тебе повезло Ты сразу родилась В однокомнатной благоустроенной квартире Да, в нашей В нашей Ну а то там был балкон от зала до кухни Да, у нас крутой балкон Балкон там был классный Квартирка 36 метров Ну балкон он был и на кухне, и на зал один такой Общий Можно было с зала зайти в кухню зайти Можно было так вот по кругу ходить по квартире Мы в бобровый лог приехали посмотреть, но он закрыт Это у нас тут Ну кто не в курсе, что такое бобровый лог Это тут канатные дороги, зимой трассы горнолыжные Но сейчас в связи с этим все закрыто Просто тут классно, хорошо В любое время года Различные развлечения Поэтому тут рядышком погуляем Вовнутрь не пускают, к сожалению Да, как сказал Таня, тут очень вкусно пахнет Тут держим, да, тут большие эти отверстия Речка Базайха Мостик Базайха Базайха Не Базайка, а Базайха Это уже речка у меня Базайша у меня внизу Это не страшно Мне нет У меня холодно Холодно? Холодно Давайте постоим Давайте на речку посмотрим Холодную речку Холодную, ага Так, ну пошли в машину, раз ты замерзаешь Будем просто кататься Куда попрыгали? Ну прыгайте, прыгайте Все, дошли Так, Макс, ты с другой стороны садишься С этой Викой Викой, ты замерзла, садись Она читать учится Место посадки пассажиров Следующих в поселок Базайха Да, Викой? Макс такой джентльмен Ага, джентльмен Маме дверь открывает Сейчас сядет вместо мамы На переднее сиденье Нет, там видишь Устанавливает просто пошел Да? Да Пошел как смело по дороге Макс А сюда 9 мая фонтаны включает Идем посмотреть на фонтанчики Красиво у нас фонтаны Называется реки Сибири Тут каждая статуя подписана рекой Там Енисея, Ангара Там Базайха Базайха? Да Вы же опять возле Базайха 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 Маме нет, ты там в другой стране Это фонтанное шоу Да ей не холодно, мне кажется Может, ты назад себе ее оденешь? Не, но ей просто холодно Да? По ней не скажешь Просто сейчас она как раз вот вниз И ей стало комфортно Комфортно, да? Красота Попали, короче, на шоу фонтанов О, Вика, прикольно О, красотища Ух, такой высокий Ты видела, что высокий? Да, Мам, красота Из руки дает червак Плак, рука Попали 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 Субтитры создавал DimaTorzok